всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые и аккуратные слитки данные слитки в мастер-классе я буду вязать из нескольких видов пряжи но в любом случае и у одной и у второй пряжи метраж будет идти на 100 грамм 100 метров пряжа идет объемная толстая поэтому слитки вяжутся очень просто и быстро за счет и простоты вот этой нашей заготовки и конечно же за счет толщины пряжи и данные слитки я буду вязать на 2 чулочных спицах диаметр четыре с половиной миллиметра в конце когда мы свяжем вот эту заготовку и мы будем делать вот здесь небольшую эту обвязку обвязку я буду делать на абсолютно любых круговых спицах или спицах более длинных и для обвязки я буду использовать спицы 4 миллиметра то есть на пол размера меньше пересмотрите данные слитки в мастер-классе я буду вязать где-то на размер ноги 37 но как правило плюс минус размер они также подойдут расчеты я сейчас буду делать исходя из размера ноги 37 для того чтобы связать эти слитки на какой-то определенный размер ноги мы должны знать размер нашей ноги в сантиметрах сейчас на экран я вам ставлю таблицу где вы сможете посмотреть какому размеру какое количество сантиметров соответствует как я сказала в мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги 37 и 37 размер ноги по таблице у нас соответствует 23 с половиной сантиметров дальше мы должны размер нашей ноги в сантиметрах то есть вот 23 с половиной сантиметра в моем случае умножить на 2 и это у меня получается 47 умножаем на 2 так как эта заготовка которую мы сейчас будем с вами вязать вот по кругу обертывает нашу ногу поэтому длину нашей ступни мы умножаем на 2 так как это у нас идет вязаное полотно она эластичная и хорошо тянется поэтому вот от этого значения то есть в моем случае от 47 сантиметров мы должны отнять где-то примерно 5-6 сантиметров то здесь вы уже смотрите в зависимости от вашей плотности я сейчас буду от этого значения отнимать где-то примерно вот 5 сантиметров и это у меня получается 42 то есть соответственно общая длина моей вот этой детали должна быть вот где-то примерно вот получается 41 42 сантиметра исходя вот именно из того размера ноги на который я планирую вязать эти слитки и теперь смотрите если мы посмотрим на вот эту нашу заготовку то мы видим что это наша деталь состоит из трех частей одна боковая часть центральная часть и 2 боковая часть поэтому эти 42 сантиметра мы сейчас сразу давайте разделим на три части поэтому мы берем наши эти 42 сантиметра и делим как раз таки на три части и это у меня получается 14 моем случае теперь мы это все схематически нарисуем то есть берем отрезок делим его на три части и смотрите каким образом мы будем распределять эти петли пока предварительно по нашим расчетам получилось что каждая из этих частей должна состоять вот из 14 провязанных сантиметров но я сейчас по одному сантиметру отдам от каждой вот этой боковой части в центральную часть то есть отсюда я сейчас отдам один сантиметр и отсюда я также отдам вот сюда один сантиметр таким образом у меня получается центральная часть у меня это должна состоять примерно из 16 сантиметров и эти боковые части у нас получаются по 13 сантиметров поэтому примерно вот по этим же расчетам вы сможете распределить ваше количество вот этих общих сантиметров на три части данные слитки у нас идут со швом по подошве но скажу сразу что этот шов у нас идет гладкий с двух сторон то есть никакого дискомфорта он вызывать не будет при этом здесь у нас вот это полотно идет такое же эластичное как и основное полотно вот этой вязаной части поэтому друзья надеюсь вам нравятся данные слитки и вы сейчас с удовольствием свяжите их вместе со мной поэтому берем пряжу готовим спицы и приступаем к вязанию на 2 чулочные спицы диаметр спиц 4 с половиной миллиметра обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 13 петель петли я набрала и сейчас мы сразу приступаем к вязанию первого ряда на протяжении всего вязания все первые кромочные петли мы будем просто переснимать и здесь сейчас все остальные петли мы будем провязывать лицевыми до конца этого ряда последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей после чего вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны здесь также первую кромочную петлю я просто снимаю и далее все остальные петли до конца этого ряда я провязываю лицевыми последнюю петлю в конце ряда я провяжу сейчас изнаночной петлей и таким образом смотрите провязывая все петли лицевые и в лицевом и в изнаночном ряду я сейчас провяжу участок полотна в высоту вот по моим расчетам так чтобы он был 13 сантиметров полотно мы вяжем платочной вязкой все петли и в лицевом и в изнаночном ряду как я сказала провязываем лицевыми поэтому далее точно таким же образом продолжаем вязать нужную нам вот эту длину полотна до центральной части и так смотрите вот я провязала участок полотна значит и если в сантиметрах как я сказала он у меня провязан ровно 13 сантиметров и в платочных дорожках здесь у меня всего провязана от наборного края 18 платочных дорожек или соответственно 36 рядов и теперь после того как мы вывязали первую вот эту боковую часть мы с вами сразу будем приступать к вязанию вот этой центральной части поэтому здесь подготовьте нить контрастного цвета нить основного цвета мы сейчас не обрываем то сезоне я держу лицевой стороной вверх и беру нить контрастного цвета никаких закрепляющих узелков не делаю просто кончик прикладываю краю и приступаем к вязанию следующего ряда нитью контрастного цвета первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой так как у нас идет присоединение нового цвета и далее все петли мы будем провязывать лицевыми это в лицевом ряду нитью контрастного цвета последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю сейчас изнаночной петлей и вязание сразу переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны в тот момент когда мы будем вязать полотно вот нитью контрастного цвета все петли мы будем провязывать изнаночными поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю и все остальные петли в изнаночном ряду я провязываю изнаночными петлями изнаночный ряд я провязала и вязание снова переворачиваю на лицевую сторону то есть с лицевой стороны нам нужно чтобы образовывалась лицевая гладь это в тот момент когда мы вяжем нить в контрастного цвета поэтому сейчас мы продолжаем вязать участок полотна вот контрастным цветом первую кромочную петлю я просто снимаю и далее все остальные петли я также провязываю сейчас лицевыми в лицевом ряду лицевой ряд вот я провязала и вязание снова переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю и все остальные петли я провязываю в изнаночном ряду изнаночными и так нитью контрастного цвета вот я провязала участок полотна состоящий из четырех рядов после 4 провязанных рядов я сбоку снова поднимаю нить основного цвета и сейчас я следующую полосу буду вязать нитью основного цвета первую кромочную петлю здесь я провяжу лицевой так как у нас идет присоединение нового цвета и все остальные петли я сейчас провязываю лицевыми в лицевом ряду лицевой ряд лицевыми петлями я провязала вязание переворачиваю на изнаночную сторону с изнаночной стороны когда мы вяжем полотно вот нитью основного цвета первую кромочную петлю я снимаю и все остальные петли я провязываю именно лицевыми то есть когда мы вяжем нитью основного цвета нам нужно так чтобы у нас образовывались платочные дорожки поэтому все ряды и лицевые и изнаночные мы провязываем лицевыми петлями вязание вот я переворачиваю снова на лицевую сторону и у нас вот уже получилось 1 провязанная платочная дорожка еще вот нитью основного цвета провяжите 2 ряда лицевой и изнаночной все петли вяжем лицевыми и так нитью вот основного цвета я еще провязала два ряда и и того здесь у меня уже получилось две провязанные платочные дорожки после двух провязанных платочных дорожек вот здесь сбоку я снова поднимаю нить контрастного цвета и нитью контрастного цвета я сейчас буду провязывать следующую полосу то есть каждая из этих полос в центральной части наших следков будет состоять из 4 провязанных рядов когда мы вяжем эту полосу вот сейчас контрастным цветом а лицевой ряд мы провязываем лицевыми петлями изнаночный ряд мы провязываем изнаночными петлями и опять лицевой лицевыми изнаночной изнаночной после четырех провязанных рядов мы снова сбоку поднимаем нить другого цвета после четырех провязанных рядов будем поднимать нить основного цвета и нитью основного цвета мы также вяжем 4 ряда но эти четыре ряда мы провязываем лицевыми петлями и в лицевом и в изнаночном ряду таким образом мы дальше продолжаем вязать вот эту центральную часть нашей заготовки и вяжем так чтобы вот как раз таки это центральная часть то есть от вот здесь давайте посмотрим от светлой полосы и здесь до светлой полосы было примерно вот как по нашим расчетам около 16 сантиметров ну плюс минус опять же пол сантиметра сантиметра большого значения иметь не будет так как вот здесь эту именно центральную часть мы должны получить вот ровное количество этих полос то есть здесь у нас не получится так что допустим нитью контрастного цвета в конце к примеру мы провяжем только два ряда то есть в любом случае мы должны провязать полную полосу то есть поэтому плюс минус там пол сантиметра большого значения иметь не будет так как в конце эти там нужные пол сантиметра мы сможем отрегулировать вот как раз таки этой боковой частью 2 провязав к примеру на одну платочную дорожку больше или меньше большого значения как раз таки это иметь не будет поэтому дальше продолжаем вязать просто вот ровное полотно длиной примерно около 16 сантиметров и так смотрите вот я провязала нужный мне участок вот полосатый это центральная часть наших следков и смотрите если в сантиметрах вот я измеряю и получается ну вот это 15 с половиной сантиметров у меня сейчас в принципе все то есть у меня сейчас не поместится здесь еще одна полноценная вот полоса и теперь дальше буду продолжать вязать полотно вот и нитью основного цвета провязывая вот эти наши платочные дорожки поэтому вот нить светлого цвета я обрезала сбоку поднимаю нить вот основного моего цвета беру чулочную спицу и дальше продолжаю вязать полотно платочной вязкой то есть вот первую кромочную петлю я провязываю лицевой так как у нас идет присоединение нового цвета и далее все остальные петли мы будем провязывать лицевыми и в лицевом и в изнаночном ряду и вторую часть вот как раз таки наших следков мы должны провязать это же количество рядов сколько здесь вот у нас провязано и первая эта часть и так смотрите вот я провязала вторую боковую часть следков и вот в ровном я сейчас положила не растянутом виде и эта длина у меня сейчас получается ну вот ровно получается 41 сантиметр по моим расчетам мне необходимо этих сантиметров 42 но посмотрите во первых я сейчас здесь еще закрою этот ряд что даст дополнительных несколько миллиметров и я надвязывать больше дополнительных платочных дорожек не буду здесь при желании можете провязать сейчас еще допустим одну платочную дорожку так как я сказала плюс минус там одна платочная дорожка или плюс минус пол сантиметра большого значения иметь не будет так как полотно у нас в любом случае идет эластичная и хорошо тянется поэтому здесь я сейчас буду закрывать петли этого последнего ряда закрывать эти петли я буду вот держа заготовку лицевой стороной вверх и закрывать можете абсолютно любым удобным для вас способом эти петли я это буду делать следующим образом первую петлю я снимаю вторую петлю я провязываю лицевой и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную и опять петлю провязала петля которая была на спице я ее протягиваю и спускаю через провязанную провязала протянула и спустила так я закрываю весь этот ряд до конца и так вот я закрыла все петли этого ряда и у в конце осталась одна последняя петелька нить утма . мы не обрываем и сейчас получается смотрите вдоль этого края я должна буду поднять все кромочные петли количество петель которые мы с вами должны будем поднять будет равно смотрите вот здесь на этом промежутке и соответственно то же самое с этой стороны здесь это у нас будет равно количеству провязанных платочных дорожек плюс одна петля здесь так как мы закрывали этот край а здесь плюс это одна петля так как здесь у нас есть еще наборная наша дорожка поэтому здесь я сейчас подниму 18 плюс 119 петель здесь я также сейчас поднимут 19 петель и здесь в этом вот промежутке я буду поднимать каждый вот этой цветной полосы по 2 петли то есть 2 2 2 петли и так далее вязать вот эту часть я сейчас буду на круговых спицах как я говорила в начале видео вы можете использовать абсолютно любые спицы или круговые любой длины или прямые но только более длинные диаметр спицы я взяла 4 миллиметра то есть на пол размера меньше нежели я вязала основное это полотно это у меня идут обычные шапочные спицы длина от кончика до кончика в моем случае здесь 40 сантиметров вот у меня это последняя петля от края где мы закрывали эти петли я сразу буду поднимать петли на спицы круговые в каждую кромочную петлю вот смотрите я буду поднимать одну петельку поднимать эти петли я буду сейчас за верхнюю стенку кромочные петли то есть если посмотреть на нашу кромочную петлю у этой кромочной петли есть две стенки то есть так которая расположена ближе к нам это которая расположена дальше от нас то есть ближе к стороне я поднимаю за верхнюю стенку кромочной петли которая расположена ближе к лицевой стороне и так вот здесь я сейчас подняла ровно 19 кромочных петель и я дошла до вот следующей светлой полосы здесь также за верхнюю стенку кромочной петли я сейчас подниму вот смотрите 1 и 2 петелька дальше у нас идет коричневая полоса 1 и вот 2 петля здесь вот две петли 1 и 2 так мы набираем эти петли до конца ряда и так вот я подняла все петли то есть у меня расположена 19 петель с одной боковой части 18 петель в центре и 19 петель со второй боковой части далее вот вязание есть сейчас разворачиваю получается на изнаночную сторону и с изнаночной стороны и сейчас все петли провяжу лицевыми первую петлю вот кромочную я просто снимаю и далее все петли я провязываю лицевыми единственное я сейчас маркерами отмечу 18 этих центральных петель поэтому вот при провязывании петель сейчас 1 вот этой боковой части я эти петли сейчас буду подсчитывать так как я сейчас вот провяжу получается 19 петель это петли 1 боковой части и так вот здесь я сейчас провязала 19 лицевых петель и далее я вешаю маркер центральная часть как я сказала у меня состоит вот здесь из 18 петель поэтому здесь я сейчас лицевыми петлями провяжу 18 лицевых петель после чего также повешу маркер и довезу этот ряд до конца также лицевыми петлями и так я провязала ряд с изнаночной стороны лицевыми петлями после чего вязания я сразу переворачиваю сейчас на лицевую сторону с лицевой стороны сейчас смотрите лицевыми петлями мы будем провязывать также этот ряд единственное вот здесь в этой центральной части мы будем сейчас сокращать количество этих петель поэтому сейчас посмотрите первую кромочную петлю я снимаю и далее лицевыми петлями вижу первую эту боковую часть то есть 19 этих петель до первого маркера и так я довязала вот лицевыми петлями петли 1 боковой части до первого маркера маркер я перебрасываю сейчас на правую спицу и вот идут 18 центральных петель сейчас эти петли мы будем провязывать в центральной части по 2 петли вместе лицевой петлей то есть вот сразу две петли вместе лицевой петлей и опять сразу две петли вместе лицевой петлей и опять вот две петли вместе лицевой петлей то есть так мы сейчас провязываем вот петли этой центральной части до маркера провязывая по две вместе и так вот здесь центральной части есть сейчас провязала по 2 петли вместе дали маркера я перебрасываю на правую спицу и просто лицевыми петлями провязываю петли 2 боковой части далее сейчас вязание разверну на изнаночную сторону и с изнаночной стороны я все петли провяжу лицевыми то есть в изнаночном ряду никаких убавлений я делать не буду просто все петли буду провязывать сейчас лицевыми в изнаночном ряду и так вот я провязала изнаночный ряд лицевыми петлями далее вот вязание я снова переворачиваю на лицевую сторону и здесь с лицевой стороны у нас уже получилось 2 провязанных платочных дорожки сейчас мы с вами про вяжем последний лицевой ряд далее мы будем закрывать петли поэтому сейчас в последнем лицевом ряду мы также петли первой боковой части провязываем просто все лицевыми до первого маркера когда мы дошли вот до первого этого маркера здесь в принципе этот маркер мы можем уже убрать он нам не нужен сейчас мы опять должны провязать в центральной части по 2 петли вместе то есть вот сразу две петли вместе лицевой петлей и опять две петли вместе лицевой петлей и здесь смотрите вот в центральной этой части у меня осталось всего лишь одна петля поэтому здесь эту одну петлю я сниму маркер я уберу и эту одну петлю я сейчас провяжу 2 вместе лицевой с петлей от боковой части то есть вот 2 вместе лицевой петлей так и теперь петли вот этой второй боковой части мы провязываем просто лицевыми то есть никаких больше убавлений петель мы делать не будем и вот лицевыми петлями довязываем этот ряд до конца и так вот я довязала до конца этот ряд далее я вязание сейчас переворачиваю получается на изнаночную сторону и теперь с изнаночной стороны мы будем закрывать все эти петли закрываем эти петли точно таким же образом как мы делали и вот здесь закрывая край полотна то есть первую петлю я снимаю вторую петлю я провязываю лицевой и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную и опять петлю провязала петля которая была на спицы протянула и спустила при закрытии петель этого ряда контролируем натяжение петель и нити так чтобы этот край не был сильно туго перетянут и так вот я закрыла все эти петли до конца ряда и в конце у меня осталась одна последняя петелька я ее вытаскиваю эту петлю по длине и спицы откладываю далее не идет ма . здесь мы можем уже обрезать единственное обрезаем эту нить с тем учетом чтобы сейчас этой нитью нам сшить наши слитки и так не идет ма . здесь я обрезала и эту нить я вставила в иголку с большим ушком далее вот наша эта петля я беру иголку эту вставляю вовнутрь этой петли и петельку аккуратно сейчас эту затягиваю и сразу приступаем к сшиванию слитков сшивать слитки я буду держа вот эту нашу заготовку лицевой стороной наружу и прошивать и задний шов и подошву я буду именно за кромочные петли вставляя иголку получается как бы вот с изнаночной стороны на лицевую ну или смотрите с этой стороны я вставляю к себе иголку за кромочные петли после чего сразу иду на обратную сторону и здесь также за верхнюю стенку кромочные петли иголку вставляю от себя здесь за верхнюю стенку вот кромочные петли к себе и здесь также за верхнюю стенку кромочные петли от себя к себе по порядку а здесь от себя за верхнюю стенку кромочные петли так мы сейчас сшиваем вот этот шов обязательно контролируем чтобы здесь у нас в конце два края полотна ровно совпали и так вот я прошила весь этот задний шов то есть вот таким образом он у нас смотрится именно вот с лицевой стороны полотна и вот так он у нас смотрится с изнаночной стороны то есть идет все абсолютно гладко нигде ничего не выступает никакого дискомфорта не вызывать не будет при этом шов этот у нас идет эластичный вот и хорошо тянется далее этой же ниточкой мы сразу будем приступать к вот к сшиванию подошвы поэтому все кончики мы сейчас кладем в изнаночную сторону и здесь точно таким же образом за верхнюю стенку кромочные петли будем прошивать с этой стороны вставляя иголку к себе и далее с противоположной стороны вот вставляем иголку верхнюю стенку кромочные петли от себя к себе за верхнюю стенку кромочные петли и от себя и так смотрите вот я прошила этот участок подошвы то есть две боковых части плюс вот светлые полосы между собой и здесь у нас осталось раз два три четыре пять шесть семь семь цветных вот этих участков или если в сантиметрах это я не дошила до конца где-то около пяти вот сантиметров и теперь вот это отверстие я возьму и стену для того чтобы у нас этот угол не был сильно торчащий это я в принципе вот так вот возьму просто под кромочные петли вот здесь продену иголку нитку вытаскиваю разворачиваюсь и вот здесь точно так же именно в кромочные петли и все и теперь смотрите вот здесь хорошенечко я пальцем зажимаю так чтобы когда мы сейчас потянем вот этот шов у нас не перетянулся а вот этот именно уголок хорошенько затягиваю то есть вот хорошенечко затянула при этом вот этот основной шов у нас должен быть эластичный и теперь хорошенечко здесь еще я прошу вот именно вот эти коричневые полосы между собой так то есть вот мы хорошенько здесь все прошили вот таким образом это у нас должно все получиться и теперь иголку я вывожу в изнаночную сторону дальше мы наши слитки должны вывернуть на изнаночную сторону и все вот эти кончики которые у нас есть мы должны спрятать по изнаночной стороне и вот смотрите вот такой вот у нас шов получается по изнаночной стороне то здесь у нас буквально это идет край кромочные петли 2 то есть мы прошивали за один край кромочные петли и вот это идет второй край кромочной петли то здесь ничего сильно не выступает идет все абсолютно гладко и никакого дискомфорта это вызывать не будет и вот друзья после того как по изнаночной стороне мы спрятали все кончики наши следочки полностью готовы при желании вот здесь вот здесь вот в центральной этой части можно украсить можно украсить брошкой помпоном пуговицы любой красивый большой то здесь уже на ваше усмотрение давайте сейчас для наглядности приложу сюда несколько вариантов вот у меня есть такой маленький помпон из кролика отлично сюда подходит смотрится красиво и интересно это к примеру если помпончик вот такая пуговка у меня есть большая тоже вот можно сюда и и пришить тоже будет смотреться интересно и нарядно поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх подписывайтесь на мой канал но мы с вами будем прощаться обязательно встретимся с вами в новых наших видео всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока